Привет всем любителям бокса, меня зовут Лидин Мерсей и я представляю второй выпуск своего бокса в Мэттблоке. Начиная с этого выпуска я наконец начинаю делать обзоры событий из мира бокса, отвечать на ваши вопросы, которые вы задаете в моей группе ВКонтакте. Бокс, ставки на бои, а также в официальной группе BoxingBets блога. И, соответственно, первую тему, которую я хочу раскрыть, это проспекты супертяжелого веса. Многие поклонники бокса сейчас говорят, что супертяжелый вес уже многие последние годы находится в головном кризисе, что он не представляет особо никакого интереса, но я считаю, что это не совсем так. А подобные мысли возникают из-за того, что братья Кличко полностью доминируют в этой весовой категории, боя с их участием не имеют практически никакой интриги, соответственно, интерес снижается. Но то, что супертяжелый вес находится не в таком уж глубоком кризисе, говорит хотя бы то, что, присмотрев первый топ 100 боксеров на сайте Boxer.com, я насчитал чуть ли не порядка 20 небитых или практически небитых боксеров, которые находятся на высоких строчках рейтингов и, в принципе, в той или иной степени претендуют на чемпионские бои. Итак, обо всем по порядку. Итак, первая категория проспектов – это так называемые топовые проспекты. Действительно яркие, интересные спортсмены, обладающие отличной техникой, отличными перспективами. Если они даже не получат своего титульного шанса или проиграют в титульном бою, они все равно останутся интересны. Открывает мой рейтинг здесь вечный проспект Александр Победкин. Я думаю, многие возмутятся, с чего он стал проспектом. Мол, он обладает титулом, он побил очень много успешных и известных боксеров. Господи, ну кого он побил? Постоевшего Криса Берда, плохо подготовленного Эдди Чемберса, Руслана Чигаева, лучшие дни которого остались достаточно далеко позади. Нет, от Победкина всегда ждали чего-то другого. Он олимпийский чемпион, он рано заявил о себе. Хочется, чтобы он побеждал других габаритных, мощных, перспективных проспектов, а не отсиживался и только лишь в планах все еще хотел встретиться с Владимиром или Виталием Кличко, но боя так и нет. Далее можно отметить Тайсона Фьюри. Отличный британский боксер, многообещающий, габаритный, мощный. Техник, конечно, ему где-то еще не хватает, особенно в защитных действиях. Думаю, еще научится. Его победы над тем же самым Дэмком Чессори говорят о том, что у него большие перспективы. Далее Роберт Хилейнус. Да, парень шел очень мощно, побил двух экс-чемпионов Питера, Лиховича, но дальше, если честно, оставил достаточно большие вопросы после боя с Дэмком Чессори. Да, судьи его вытянули. Посмотрим. Надеюсь, не зря. Может быть, покажет еще отличные бои. Далее можно отметить Сэп Митчева. Сэп Митчева на самом деле мощный. Дитина с мощным ударом. На него будет всегда интересно смотреть. Но, думаю, он повторит судьбу Крис Орелом, которому всегда было интересно посмотреть, которому любил порубиться. Но, в принципе, проигрывал техничным соперником. Далее Денис Бойцов. Но это вообще достаточно плохой вариант. То есть, парень провел уже 30 боев. Все еще, скажем так, о титленном бою. Ведутся одни разговоры, но реальных перспектив нет. Здесь, скажем так, проблемы не столько в нем, сколько в его промоушене. Его компания не тянет организации действительно больших боев. И это его самая главная проблема. Хотя, в принципе, я и не считаю, что у него огромные перспективы. Он слишком малогабаритен. Да, у него отличная фигура. Но, думаю, действительно мощным соперником он будет проигрывать. Единственный, кто явно выбился из этой категории подающих надежды проспектов, это, в общем-то, побитый Тастином Фьюри, его соотечественник Дэйнг Чесора. Да, Чесора, можно сказать, блеснул. Он встретился с Фьюрием. И, в принципе, проиграл из-за плохой формы. Далее, фактически, он побил Хелениуса, но был ограблен. Далее была какая-то незначительная победа. Потом, наконец, Виталий Кличко выбирает его в соперники. В принципе, достаточно уверенно, но скучно побеждает. Да, Чесора вырвался из категории отсиживающихся в окопе претендентов. Но что это ему дало? Да, о нем говорят, но фактически три поражения подряд. Его карьера, в принципе, под вопросом. Так что еще неизвестно, что лучше вылезти на самый верх и нахватать поражений или набивать свой посложной список. Далее идет вторая категория проспектов, которая или при том, что боев больших не провела, уже вызывает большие сомнения, или все еще об их перспективах говорить рановато, потому что боев слишком мало. В эту категорию я могу отнести и того же самого Александра Дмитриенко, Курбата Булива, Марьюша Ваха, Донтеллея Вайдера, американца, кстати, из всех вышеперечисленных, он мне нравится больше всего, и Магомеда Абдусаламова. В принципе, эти парни тоже близки к своим шансам, особенно многоопытный Дмитриенко, Булив, которые должны провести между собой бой. Но, если честно, от них я ничего особенного не жду. Отдельно хочется выделить Донтеллея Вайлдера, отличный перспективный американец, призер олимпийских игр, то есть любительская школа вообще шикарная. Не обладает излишней мышечной массой, отлично двигается, высокий рост, длинные руки, отличная скорость, накоррутирующий удар. Вот за этим парнем я хочу понаблюдать, думаю, из него что-то получится. Ну и, наконец, третья, последняя категория проспектов, которых вообще к этой категории можно отнести достаточно условно. То есть они не имеют поражения, но их перспективы очень туманны, а их таланты весьма средние. Здесь к этим боксерам можно отнести, например, Александру Устину. Да, здоровый бык, но я не знаю. Нормальный, небольшой техничный боксер, типа Энди Чемберс, думаю, вынест его достаточно уверенно. Далее Мануэль Чарль. Ну, этот тоже ждет, скажем так, своего шанса, заработает денег, и вряд ли он одержит победу в больших боях. Далее Майк Перес. Да, он победил британской пресс-файтере, но, думаю, перспектива его достаточно туманна, так как он небольшой, да и делился не пойми с кем. Ближе к сотым местам я вообще нашел двух американцев и был просто в шоке. Я сейчас даже не помню, как их зовут, поэтому прочту. Значит, это Дэвид Родригес и Малик Скотт. Оба парня имеют более чем по 30 побед, ни одного поражения, ни одной ничьей. В принципе, Дэвид Родригес из своих 36 боев имеют 34 нокаута, то есть вообще нереальный послужной список, но это все сплошные мешки, то есть там даже зацепиться не за что. Я так думаю, как только они выйдут на более-менее крепкого европейского боксера, уровня там, я не знаю, Дмитриенко, это будет просто вынос. Таким образом, подытоживая свой обзор, хочется сказать, что кризис супертяжелого веса это штука достаточно условная. Хватает сильных боксеров, хватает многообещающих проспектов, просто проспектов. Проблема лишь в том, что они не хотят встречаться между собой. Провести огромный турнир между перечисленными и многобоксерами, да все просто обсмотрятся боями супертяжелого веса, думаю, это будет очень интересно. Поэтому будем ожидать больше таких боев, как в принципе между Тайсоном Фьюри и Дэнком Чесорой. Даже неплохой вариант, запланированный сейчас бой между Дмитриенко и Пулевым. Вообще шикарный вариант между Адамоком и Ченгерсом, которые в этот обзор не вошли, так как они уже далеко не проспект, а многоопытные боксеры. Но вот какие боев мы должны ждать и получать, тогда супертяжелый вес это будет снова действительно королевский дивизион. Вторая большая тема, которую я хотел бы обсудить в своем выпуске, это Флойд Морвезе-младший, Мэнни Пакьяо и их предстоящие бои. Ну что тут можно сказать? История переговоров Пакьяо и Морвезе насчитывает уже не один год. Я писал достаточно подробную статью об этих боях, о предстоящих поединках данных двух лидеров рейтинга Pound for Pound. То есть это бой Флэда Майвезера с Мигелем Котто в рамках суперполусреднего веса и бой Мэнни Пакьяо с Тимоти Брэнли в рамках полусреднего веса. Все по-своему интересно, за одним большим но. Но хочется боя именно между Майвезером и Пакьяо. Если честно, я променял бы все бои в течение года, то есть вообще год бы не смотрел бокс, лишь бы увидеть только этот бой. Возможно, он будет не такой яркий, как мы все ожидаем, потому что, так сказать, ставки очень высокие, но посмотреть хочется. На самом деле, в данный момент я считаю, что в срыве переговоров больше виноват Флэд Майвезер. Скажем так, там многие тянули одеяло на себя, Пак не хотел проводить допинг-тесты, как это, в принципе, правильно было сделать. Флэд Майвезер там хотел денег больше себе и так далее. И сейчас Флэд Майвезер просто с ума зашел. То есть он почему-то ставит Пака ниже себя, неизвестно почему, и говорит, вот я тебе дам определенную сумму, а в себе заберу все остальное. Но логика, если честно, в стиле Флэда Майвезера. То есть абсолютно нелогично, вот так он решил. На самом деле, самый справедливый вариант предложен Мэнни Пакьяо. Или 50 на 50, или вообще просто супер вариант. 45% каждому, оставшиеся 10% получает победитель. Вот такой вариант, справедливый. Почему-то Флэд Майвезер все еще продолжает понтоваться и не соглашаться на этот вариант. Ну и мужа хуже. Теперь, собственно говоря, о двух предстоящих боях. Они действительно по делу оценены сайтом Boxer.com на 5 звезд. Это, по сути дела, даже двойные 5 звезд. То есть Мигель Кота сам по себе интереснейший боксер, действительно сильнейший суперполосредневес, ему принадлежит титул, за который бой пройдет. Но на самом деле, ни в этом бою, ни в противостоянии Пака с Брэдли большой интриги нет. То есть наши звезды Майвезер и Пак большие фавориты. Оно и понятно. Они последние годы, если и давали где-то все усомниться, все равно одерживали победы. Ну и объективно были сильнее. То есть Мигель Котт, конечно, очень техничен, умен. Но суперполосредний вес – это не его вес. Поэтому то, что Флойд Майвезер поднимается в весовой категории, где продал до этого всего один бой, это не проблема. Он все равно будет мощнее, крупнее Мигеля Котта. И думаю, будет его достаточно четко переигрывать. Что касается Тимоти Брэдли и Мэнни Пакьяо, то, возможно, с моим сравнением не все согласятся, но Тимоти Брэдли – это модифицированный вариант Джошуа Плотти. То есть отличная защита. Но при этом он значительно лучше в атаке. Но что это для него значит? Да, от Мэнни Пакьяо много он не пропустит. Я думаю, нокаутированных не будет. Но Паку как раз и нужен такой боксер, который много защищается, много стоит за блоком. То есть стиль Мэнни Пакьяо работает именно как раз с такими боксерами. Когда Мэнни выбрасывает кучу ударов, для судей это смотрится так, что Пак провел кучу успешных атак, соперник отсиделся за блоком, выбросил всего пару ответных атак, соответственно, раунд отдается Пакьяо. Думаю, Брэдли достаточно мощно влетит по очкам. Тут интриги, если честно, даже побольше в бою у Майвеза Котта. Таким образом хочется сказать, что оба этих боя нужно смотреть. Более того, на них нужно ставить. Об этом уже чуть позже. Но, если честно, напрашивается вывод один. Как в пословице. Лучше враг хорошего. Два этих перечисленных боя – это хорошее. Но бой Пакьяо и Майвеза – это лучшее. Поэтому пока мы не увидим этот бой, все остальные бои с участием этих боксеров – это будет что-то промежуточное, неполноценное. Поэтому ждем, надеемся и верим. Ну а теперь быстренький обзор ставок на конец апреля и май. То есть здесь я насчитал порядка пяти интересных боев, на которые действительно стоит ставить. То есть это Чет Долсон, Бернет Копкинс. Я считаю, что, безусловно, победит Долсон. Причем по очкам. Далее это Сауль Альварес, Шейн Мозли. Альварес – большой фаворит. Но на него бы я ставить не став, потому что коэффициент слишком занижен. А вот на победу Альвареса по очкам ставка интересная. Далее идет Флойд Майвезер, Мигель Котта. Ставим, конечно, на Майвезер, причем в какой-нибудь экспресс. Также, безусловно, ставим на победу Флойда Майвезер по очкам. Интересная ставка. Далее это Амир Хан, Мальмон Питерсон. Значит, я думаю, что Хан возьмет реванш, безусловно, причем тоже, скорее всего, по очкам, поэтому ставим на победу Хана по очкам. Но в экспресс, особенно в какую-нибудь большую сумму, я включать этот бой бы не стал. Как и на Альварес. Эффициент слишком низкий, а риск все-таки есть. И, наконец, самый интригующий бой Майя – это Лучан Буты, Карл Фроч. Несмотря на то, что фаворит у букмекеров Буты, я считаю, здесь шанс примерно чуть ли не 50 на 50, учитывая, что бой пройдет дома у Фроча. Поэтому ставьте на того, кто вам больше нравится. Я, пожалуй, может быть, даже поставлю на Фроча. Но самая интересная ставка – это на ставку того или иного соперника по очкам, потому что коэффициент примерно по 3 каждый. Отличная ставка. Все эти ставки мы в любом случае еще сможем обсудить в письменных темах. Хочется лишь пожелать вам удачных ставок и напомнить, что это был второй выпуск BoxingBets блога. Подписывайтесь, смотрите, рассказывайте друзьям. С вами был Дмитрий Моисеев. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok